Снег опасен не только на крышах, но и под ногами. Только за три последних дня в травматологию с серьёзными травмами попали два человека. У одного прелом ноги, у другого сломаны кости таза. Обращаться к ответственным лицам кировчане уже отчаялись. Сразу идут в вышестоящие структуры. Например, в приёмные президента. Сегодня, кстати, там по сути дела, как ведётся работа с гражданами. Об итогах коммунальной уборки дорог. Репортаж Ирины Сырцевой. Около полутора тысяч обращений в приёмную президента в прошлом году. В два раза больше в этом. Треть из них коммунального характера. Очень много нареканий на неудовлетворительную работу управляющих компаний в городе Кирове. Чаще всего проблемы начинаются в такую погоду, которую установила сейчас. Тёплую, когда снег сильно подтаивает. И сталкиваются с ними кировчане практически в каждом дворе. Пробираемся тихонько. Потихоньку пробираемся, ничего-ничего. Господи, лишь бы ноги поделить. Преодолеем. Каждый день жители Кирова делают небольшую гимнастику. Она простая. Упражнение первое. Спортивные шаги. Главное, высоко поднимать ноги, чтобы перешагнуть через сугробы, по которым вы идёте. Упражнение второе. На баланс. Выполняется параллельно. Потому что под слоем снега слой льда. Упражнение третье. На гибкость и внимательность. Для этого высоко поднимаем голову и смотрим, нет ли над вами опасности. Ситуация не меняется и за пределами дворовых территорий. Здесь зона ответственности. Уже не управляющих компаний ТСЖ, а подрядчиков. Договор с которыми запрещает городская администрация. Скажите, пожалуйста, в каком тротуаре? Отвратительные. Я иду вот сейчас, говорю, надо это самое, Белых за сайт тут пройти. Походил бы там, и щеновников здесь бы. Хотя бы, товарищ, кто там отвечает, я не знаю. Можно бы, 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 по звальбе сюда, посмотреть бы. Это невыносимо. Это что у нас за такое, за объекты такие, что нигде не огребаться, нигде мы не можем пройти. Вот так выглядит уборка тротуаров. Наблюдать в последние дни за ней можно и днём. При почти нулевой температуре снег оттаивает, становится рыхлым, и дорожникам удобнее убирать так называемую шубу. Всего, рассказывает Виталий Веселков, замначальника дирекции дорожного хозяйства, за этот сезон вывезли 400 тысяч кубов снега. Что проще понять, примерно 40 тысяч гружённых машин. Это не так много, как в прошлые годы. Правда, зима ещё не закончилась. Да и в разы больше было бы вывезено, если бы тротуары, как дороги до асфальта, чистили. Только вот в правилах благоустройства города про это ни слова. Обязательств по очистке до твёрдого основания нет. Но мы понимаем, с чем это связано. Это связано с тем, что очистка до твёрдого основания повлечёт дополнительные затраты, достаточно значительные на вывозку этого снега, потому что его просто так на газоне не разместишь. Ну и пока у нас, к сожалению, нет подобного финансирования, чтобы вывозить снег ещё и из тротуара. Пока у горожан вариантов немного. Или работать над умением балансировать на льду, или жаловаться. К тому же с апреля ответственные организации будут письменно отчитываться о том, что сделано по каждому обращению граждан на имя президента. Ирина Сырцева, Николай Шахарбеев, Дмитрий Подлевских. Бюро новостей ДАВИЧа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова